привет друзья итак я вдохновился точкой входа которая была по нефти она соответствовала сразу трем моим стратегиям и хотел бы вам показать как отрабатываются такие ситуации и прокомментировать непосредственно на что именно я смотрю и по каким параметрам оцениваю точку входа здесь по нефти первое конечно это дивергенция дельт дельты по объему дельты по количеству тиков причем было еще предварительная дивергенция обычно чем больше дивергенций и больше усиливается сигнал затем как вы видите здесь уровень на меньших выплат по опционам то есть и чуть-чуть объем прямо прошел над этим уровнем затем что интересно здесь была восходящая динамика по нефти и сформировался небольшой такой восходящий тренд затем он был пробит и на этом пробитие образовались речи в те объем соответственно это у меня идет по 5 стратегии то есть останавливающие движущие чести объем и целью у нас является зона образования вот непосредственно движущих и чести объемов здесь три стратегии повторюсь то есть и чести на уровне на меньших выплат по опционам и чести брэкдаун и чести сетбэк то смотрел мой мастер-класс это когда пробойные черти вместе с останавливающими формируют точку входа и конечно же это и черти после дивергенции дельты по объему дельты по количеству тиков такие ситуации часто очень хорошо отрабатываются они являются достаточно понятными для того чтобы входить такие сделки я просмотрел скриншоты и хочу вам показать еще ряд примеров где присутствовал три стратегии вот первый вот это медь что здесь примечательно здесь во первых идет очень сильная очень сильное накопление дельты по объему видите она очень положительная здесь причем началось это накопление еще раньше затем цена сделала импульс и образовался еще в те объем вот это да и чести объем он дает также информацию о том что цена будет стремиться к данному и чести объем это у меня идет по десятой стратегии когда цена от и черти объема начинает снижаться и затем нужно искать точку остановки останавливающие чести объема для того чтобы зайти с целью вот этот и черти объем почему так происходит потому что вот в этой точке крупный игрок может набрать позицию да вы знаете фонды кто читал лари вильямса и другие источники где написано что фонда работают по тренду соответственно они часто набирают позицию когда цена пробивает какие-то локальные максимумы то есть дорого соответственно когда они видят что есть уже предложение они могут ударить в это предложение в том числе по невыгодным ценам market maker принимает эту позицию и затем идет на разгрузку то есть вот здесь большое количество стоп ордеров срабатывает и market maker разгружает свою позицию и затем цена обратно возвращается в ту зону где крупный игрок и и набирал она конечно же часто очень идет и дальше сторону крупного игрока но первыми целями является вот эта зона за это что касается 10 стратегии здесь также присутствует и четвертая стратегия вот как вы видите тоже восходящая тенденция потом она пробивается здесь образуется ищете объем но этот ищете объем мы классифицируем как движущий потому что после ретеста уровня который он пробил то есть цена пошла вниз соответственно первой целью по у нас пятой стратегии идет это зона образования вот этого и черти объема который сформировался на пробое и также стратегия которая подразумевает накопление дельты на снижение сильное накопление дельты и образование и чуть и объема который противоположном направлении от дельты получается что дельта маска вая а еще в те объем он при этом бедовый останавливающий то есть вот тоже такая интересная ситуация где присутствует сразу три стратегии так поехали дальше вот здесь ситуация по пшенице что является примечательным так это конечно же уровень на меньших выплат по опционам вот очень крупные чуть и объемы очень крупные черти объемы соответственно по 10 стратегии сделка затем уровень наименьших выплат по опционам на котором образовался и чуть и объем то есть крупный игрок мог захиджироваться возле этого уровня так как понимал что цена может пойти с большей вероятностью наверх то есть не будет после этого уровня экспирации а как вы знаете ему главное за нейтрали дельту получить вот ту премию который он получил за то что принял на себя риски соответственно он хеджируется фьючерсом таким образом и уже не несет риск того что цена уходит от уровня на меньших выплат по опционам потому эти уровни они являются магнитами они как притягивают цену так и отталкивают цену и потому я их использую своей торговли и также была хорошая дивергенция после которой произошло образование и чекте объемы то есть та же ситуация где . входа отработалась по трем стратегиям и так поехали дальше здесь по канадцу тоже очень интересно очень сильное усилие очень сильная которая не приводит к результату цена мало того что она не снижается она закрепляется выше уровня объема вот этого и при этом вот тут стрелками указано очень сильная контратака покупателей то есть получается вот что интересно да большое количество покупателей агрессивных маркетами на очень агрессивно падающей цене образовывается и чекте объемы и чекте объемы они говорят нам о том что вот это падение мало того что крупный игрок фон выкупал сразу же по рынку так еще и маркет мейкер принял вот эту позицию уж как вы знаете маркет мейкеры они работают только лимитками и они момент когда очень сильное предложение они подставляют свои лимитные ордера и таким образом образуются вот эти еще в те объемы большое количество крупных сделок за очень короткий промежуток времени вот это что касается третьей стратегии то есть получается дивергенция затем вот по 10 стратегия это тоже очень сильное накопление дельты по объему здесь был и чести объем конечно он не такой как по классике не на максимуме но тем не менее дельта была накуплена достаточно серьезная здесь и в этот день в том числе то есть это усилия на асковой дельте происходило вот я на самом деле вижу здесь еще не вооруженным глазом пятую стратегию то есть получается что тоже такая формация можно ее как флаг или как небольшая голова и плечи да то есть она была пробита вниз здесь образован движущие щи в те объема здесь останавливающий то есть вот эта точка это первая цель для цены вот тоже несколько стратегии в одном инструменте в одной ситуации итак поехали дальше что я вижу здесь очень интересно это евро здесь присутствует у меня стратегия один один то есть вот один день были очень сильные продажи по рынку цена вообще никак не реагировала то есть получается что восхождение оно шло за счет лимитных покупателей которые степали степали все выше и выше свои бай лимиты и затем на следующий день тоже очень сильное усилие маркет продавцов которые абсолютно не приводят к результату то есть получается что два дня подряд идет сильное усилие маркет продавцов которые не приводят к результату и затем финальный импульс на третий день и образование черти объема это стратегия 1 1 затем у нас здесь очень хорошие сильные дивергенции дельты по объему и дельты по количеству тиков вот здесь тоже два дня дивергенция образование черти объем 3 стратегия и что еще что мы здесь видим пока что я вижу две стратегии а вот что еще вот здесь был и черти объем на продажу и черти объем на продажу с бедовой дельтой то есть соответственно также эта зона выступает магнитом для цены то здесь еще идет ситуация по десятой стратегии еще очень примечательно что мне нравится когда ищи в те объемы они редкие то есть до этого как вы видите не было абсолютно ищи в те объема что здесь что перед вот этим ищи в те объемом что перед вот этим масками ищи в те объемом не было абсолютно никакие то есть и это обычно усиливает такие ситуации и так давайте еще посмотрим вот тут тоже у евро уровень на меньших выплат по акционам образование черти объема здесь просто феноменальные покупки предварительные и причем что здесь очень агрессивно и и видно что это алгоритмический набор в ликвидность то здесь была ликвидность вот мы даже видим что здесь максимальный недельный уровень объема и в него прямо были совершены покупки были совершены покупки по рынку большим количеством сделок то есть алгоритмический набор позиции затем пролив снятия стопов на уровне наименьших выплат здесь market maker подставляя свои лимитные ордера выкупает соответственно стоп лосса которые срабатывают и и цена идет уже по восходящей траектории что еще тут еще можно отметить косвенно седьмую стратегию это то что каждый выброс ведет к возврату к источнику этого выброса то есть выброс возврат выброс возврат как вы видите да то есть получается что цена находится в диапазоне то есть получается каждый выброс который скажем так из зоны баланса возвращает цену в зону баланса это у нас идет по седьмой стратегии и образование черти объема на краю у границ вот данного диапазона вот такая интересная ситуация по его так здесь иена тоже уже шартовый момент уровень на меньших выплат по опционам и чифте объем очень крупный очень сильный то есть гораздо сильнее чем те что были предыдущие это идет по 9 стратегии бывает какой-то и чифте объем которые нестандартный он останавливает цену то есть он слишком крупный по сравнению с тем что происходило последний месяц-два и этот объем останавливающий тоже можно с ним работать тоже можно от него открывать сделки было тут ряд было ряд дивергенции естественно дельты по объему дельты по количеству тиков ну и и черти объем уровня на меньших выплат при том что очень хорошая рейша тоже каждый выброс возвращает цену обратно здесь маленькие выбросы потом опять выброс опять возврат то есть получается что этот диапазон и его можно рассматривать для работы к зоне баланса поехали дальше вот тоже интересная ситуация пошли швейцарскому франку что мы здесь видим мы здесь видим тоже очень крупные черти объемы но здесь был такой же по размеру и чифте объем на покупку в принципе если загрубить настройки то вот этих и черти объемов них не будет да мы их не будем видеть вот этот и черти объем выступает магнитом для цены то есть получается здесь идет по 10 стратегии по четвертой стратегии ситуации так как очень сильная дельта на покупку и при этом и черти объемы на продажу так четвертая десятая и вот здесь как вы видите тоже трендовая линия пробой образование чифте объема получается что отсюда мы имеем вот такие цели здесь будет цель и соответственно здесь в этом районе будет цель я заходил после того как образовался вот этот мелкий еще в те объем потому что здесь образуется еще в те объем здесь еще сопротивление то есть цена в сопротивление идет потом вниз образуется второй еще в те объем то есть первое первый импульс после этого и чифте объема он встречает сопротивление и опять идет вниз и вот этот уже и чифте объем он образуется тоже встречает сопротивление цена идет вниз и потом соответственно пробивает вот эту фигуру треугольника которая говорит нам тоже ну как дополнительный фактор о том что уже можно заходить в сделку вот таким образом так пошли посмотрим дальше тоже аналогичная ситуация похоже по швейцарскому франку вот да на положительной дельты дельты еще в те объемы на продажу вот кстати после таких и чифте объемов когда у нас мы хотим купить и образуется и чифте объемы останавливающие на покупку это нам говорит что тенденция еще может продолжиться то есть какой-то добой будет дополнительный вынос стопов еще будет потому нужно подождать и когда он действительно происходит вот здесь можно уже на пробое заходить сделку это будет очень хорошая точка входа с очень хорошим преимуществом и так вот тоже по йене дивергенции дельта положительная и бедовые сильные огромные чифте объемы тоже по 9 потому что здесь они аномально большие аномально большие останавливающие то есть в принципе если вы даже здесь не вошли то вот на повторном образование чифте объема очень хорошо можно зайти в сделку и опять же такие мы видим цели то есть вот эти положительные чифте объемы на положительной дельте они также являются целями для движения цены здесь тоже положительные асковые чифте объемы цена идет к уровню наименьших выплат быстрая реакция при том что еще контратака к количественной дельте то есть дивергенция дельты по объему дельты по количеству дивергенция цены цена падает дельта по количеству тиков у нас очень сильно растет вот первый раз тоже такая же ситуация отработалась до образования черти объемов потом опять следующая ситуация уже цена ушла ниже уровне наименьших выплат тоже перерисовались потому что опционов уже много путов тут купили как вы видите больше гораздо чем колоку соответственно уровне меньших выплат перерисовались и отсюда тоже пошла очень хорошая реакция так принципе все это все скриншоты которые я для вас подготовил это видео я надеюсь будет для вас ценными полезным потому что фактически вкратце я прошелся по всем своим стратегиям которые я использую в своей торговле и та интерпретация которая мне необходима для того чтобы открывать сделки и чтобы иметь оптимальное соотношение риск прибыль друзья желаю вам хорошего дня успешной торговли и до новых встреч пока и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok